Добрый день, Цаураем Тувим. Если я рекомендовал вам прослушать этот материал, значит у вас есть проблема с предлогом АЛЬ. Мы еще раз запоминаем, предлог АЛЬ нельзя переводить как НА в значении направления. И наоборот, когда в русском языке НА это направление, мы не будем использовать предлог АЛЬ в виврите. Предлог АЛЬ, у него несколько вариантов переводов, когда подразумевается НА, имеется ввиду НАД, сверху что-то, выше, не направление, а сверху, выше. И давайте сравним с другими предлогами. Предлог местонахождения это БЭ или БА, когда речь идет о месте. И предлог направления ЛЭ или ЛА. И теперь я предлагаю вам перевести предложение. То есть мы вместе будем думать, как эти предложения переводить. Она работает на заводе. Завод это Мефаль. Давайте подумаем, как сказать. Она работает на заводе. То есть если я сейчас скажу И ОВЭДИТ АЛЬ Мефаль Или АЛЬ АМефаль Мы сказали, что АЛЬ это сверху. То есть то, что я сейчас сказал, она работает над заводом. Мы представляем себе завод. И где-то там на крыше, сверху, на заводе она работает. Мы это хотели сказать? Нет. Мы хотели сказать, что она работает примерно как в банке. Как мы скажем в банке? Б-банк или БА-банк. Точно так же мы скажем Б-Мефаль Или БА-Мефаль На заводе. То есть место не над заводом, а внутри, в заводе. Теперь давайте скажем, она едет на завод. И здесь у нас речь идет Едет на правление. То есть если я скажу И НО СААТ АЛЬ АМефаль У меня получится, что она едет над заводом, сверху. Представляем себе крышу завода, и где-то там она едет. Это то, что мы сказали. Мы не это хотели сказать. Мы хотели сказать, что она едет на завод. Направление. Направление предлог ЛЕ, а не АЛЬ. И мы скажем И НО СААТ АЛЬ АМефаль. Она едет на завод. Переведем предложение. Мы летим на Мальту. Думаем. АНАХНУ ТАСИМ ЛЕ МАЛЬТА. ЛЕ это направление. Куда? Если вдруг мы скажем АЛЬ МАЛЬТА, то получится, что мы летим над Мальтой. Примерно так. Сверху, где-то над островом. АНАХНУ ТАСИМ АЛЬ МАЛЬТА. И на самом деле это не совсем даже корректно в плане иврита так говорить. Но неважно. Это неправильно. Направление. Куда? На Мальту. Предлог ЛЕ. АНАХНУ ТАСИМ ЛЕ МАЛЬТА. Скажем, мы не живем на Мальте. Если я скажу АНАХНУ ЛО ГАРИМ АЛЬ МАЛЬТА, это тоже неправильно. Потому что АЛЬ это НАД, сверху. А мы хотели сказать МЕСТО ВНУТРИ. Поэтому мы скажем АНАХНУ ЛО ГАРИМ БЕ МАЛЬТА. Переведем. Они живут на третьем этаже. И мы уже чувствуем, что на третьем этаже это МЕСТО. Это не где-то сверху что-то НАД. Это МЕСТО. М ГАРИМ БЕ КОМА ШЛИШИТ. Или, например, БЕ КОМА ГИМЕЛЬ. ГИМЕЛЬ в значении 3. Третья буква алфавита. Они поднимаются на третий этаж. И здесь тоже мы не имеем в виду что-то сверху или еще что-то. Мы имеем в виду направление. Куда? На третий этаж. Направление предлог ЛЕ, а не предлог АЛЬ. ЭМ ОЛИМ. ОЛИМ это поднимается. Поднимаются от глагола ОЛЕ. ОЛЕ в единственном числе. Поднимаются. ОЛИМ поднимаются. ЭМ ОЛИМ ЛЕ КОМА ШЛИШИТ. Или ЛЕ КОМА ГИМЕЛЬ. На третий этаж. Он едет на работу. И он не над работой сразу. Направление куда? На работу. У нас получится. У НО СЕА ЛЕ АВОДА. Или ЛА АВОДА. У НО СЕА ЛА АВОДА. Он едет на работу. Скажем, он сейчас на работе. Где? Место. На работе. Не над работой, а на работе. Место. Предлог Б. У АХШАВ БААВОДА. Он сейчас на работе. У АХШАВ БААВОДА. Мы приходим на встречу. И вы уже чувствуете, что здесь направление куда? Не над встречей. Не сверху встречи. А мы приходим на встречу. Направление. АНАХНУ БАИМ ЛА БГИША. БГИША – это встреча. Мы сейчас на встрече. Не над встречей. А место. На встрече. АНАХНУ АХШАВ БАБГИША. Б – предлог местонахождения. Следующее предложение. Этот компьютер на столе. АМАХШЕВ – это этот компьютер. АЛЬ АШУЛЬХАН. И вот здесь мы используем предлог АЛЬ. Потому что компьютер буквально сверху. Над столом получается. Поэтому мы скажем АЛЬ АШУЛЬХАН. Если вдруг мы скажем БЭШУЛЬХАН или БАШУЛЬХАН. У нас получится в столе. Внутри. БАШУЛЬХАН – это в столе. АЛЬ АШУЛЬХАН – на столе. То есть здесь как раз нужно использовать предлог АЛЬ. По смыслу. Он едет на коне. И мы тоже думаем сейчас, что буквально едет на коне. Он скачет. Он сидит верхом. Он сверху. Буквально на коне. И мы скажем. У НОСЕА. На самом деле это не совсем правильно. Потому что на иврите существует специальный глагол. Такой. РОХЕВ. РОХЕВ – это едет верхом. Но не важно сейчас, кто не знает, как сказать РОХЕВ, как едет верхом. Скажем со словом НОСЕА ничего страшного. У НОСЕА АЛЬ СУС или АЛЯ СУС. Это конь СУС. И здесь буквально сверху. Следующая фраза. Сравним. Он едет на автобусе. Если я скажу У НОСЕА АЛЬ ГА ОТОБУС, то здесь будет буквально, что он сидит на крыше автобуса. В некоторых странах так перебираются с места на место, когда нет места внутри в автобусе. И поэтому такая ситуация тоже возможна. У НОСЕА АЛЬ ГА ОТОБУС. Но мы не это хотели сказать. У нас еще до этой ситуации дело не дошло. Мы хотели сказать, что он едет в автобусе. Место. Внутри. И мы скажем У НОСЕА БА ОТОБУС. И переведем, как он едет автобусом или он едет в автобусе. На автобусе, скажем так. Я очень надеюсь, что это было полезно. И что мы перестанем ошибаться с предлогом АЛЬ. И будем его использовать только в правильных значениях. И ни в коем случае не в значении направления. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейт Раут. До свидания.